ну мясо так мясо будем тогда с вами ребята доставать это у меня должна быть еще грудочка индюковая вот это кусок мяса хватит думаю на пару дней теперь нужно ее разморозить и поджарить но замариновать сначала то поджарить чтобы быстрее разморозилась мясо я его прямо в пакете запакованное складываю в холодную воду теплое я думаю не стоит того размораживать холодный процесс все-таки ускорится кстати как вы размораживаете мясо когда вам нужно это сделать быстро поделитесь в комментариях ну что ж приятного вам аппетита ну что в принципе я довольна как работают мои вот эти вот формы ограничители подымается хлеб неплохо и вообще сегодня хлеб подымается намного лучше чем вчера хлеб не ограниченной формой подымается ну не очень вот этому хлебу конечно узковата форма ладно уже как есть все подымется спечется посмотрим с вами на результат но вот это вот булочка мне нравится больше всех да вам наверно тоже сейчас еще буквально немножечко и будем уже выпекать так проверяем мяско мяско у нас конечно же вообще ледяное ледяное знаете что наверное я сделаю все таки теплую водичку так чтобы мясо не сварить потому что значит это буду до второго предшествия ждать пока она разморозится правда так немножечко горяченькая водичка будет помогать мне разморозить мне же нужно еще это мясо замариновать оно такое ощущение что дальше замораживается вместо того чтобы размораживаться это горяченькая водичка пусть будет и буду ее менять почаще и я хочу сейчас сварить маш хочу слить воду давайте сольем как раз немножечко разбавим тут воду равно попаду туда и сложу наверно маленькую кастрюльку он вроде не должен сильно развариться с вами будем первый раз я это делаю вы возможно это уже делали прикольно выглядит как будто маленькие зеленые таблеточки вот серьезно дела воды вот вы видите да чуть выше чем этот самый маш и посолила его давайте пробовать варить на среднем огне тогда на вот этой вот комфорке будем ждать сейчас доведем до начала закипания похоже знаете как на горох мелкий реально как будто я варю мелкий горошек и убавим огонь будем медленно медленно его разваривать вроде как говорят что если маша замочить то он разваривается минут за 10-15 я не знаю проверим смотрите подгибы не помогли надо просто шире было форму сделать потому что вылез все равно хлеб из формы и как-то не очень получается эта булочка вот это вот лучше вот что это такое что это у меня за корявая булка получится лиза ты съешь мою корявую булку хорошо так ну все я поднялся вот эти две булки конечно ужасные вот эти классные все будем его выпекать быстренько потому что скоро за мишкой ехать точнее уже надо ехать за мишкой а я жду хлеб что я тут продолжаю готовить и почти размороженное мясо а вот я нарезаю на тонкие пластики чтобы их замариновать пока она будет мариноваться она полностью разморозится и чтобы а его приготовить почти размороженное мясо мне во всяком случае нарезать проще когда она разморозится получить такие вот ровные пластики у меня вряд ли получится делаю их небольшого размера у меня есть побольше такие вот поменьше он потом увеличится в размере когда разморозить вот поближе поставлю грудка индюшины вкусно пища попросим сашу если он в настроении будет поджарить на гриле а если будет не настроение придется самой у него бывает замаринуем по простому так все же я мясо складываю надо сначала маринад сделать нальем маслица маринад простейший сделаю масло подсолнечное сейчас соевый соус принесу соевый соусец прикольно такие кляксы а вот побольше нальем соевого соуса чтобы он хорошо размягчил нам мяско и впитается мяско мяско вон смотрите мне нравится красиво картины рисуем и вот такой вот готовую приправу добавлю написано свинина буженина окорок но здесь вообще паприка чесночная соль смесь перцев кориандр базилик орегано лавровый лист горчица тмин фену грек какой-то и соль думаю но примерно вот так вот так вот так вот так нормально теперь перемешиваем я это сделаю прямо чистой рукой прямо вот так горчицы я так и не запарила поэтому я бы добавила еще горчицы хотя это индейка грудка тут как бы зачем особо размягчать нечего поэтому и так пойдет сейчас выкладываем сюда все мясо хорошенько его обмазываем и оставляем до прихода саша грубо говоря на пару часов но сюда разморозится немножечко вода выделиться как раз должно быть готова за пару часов к машу я добавила гречку получилось очень неплохо прямо очень неплохо я вам скажу добавила случайно на самом деле я немножко маш пересолила когда ему попробовала поняла что он вкусный но его надо с чем-то соединить и соединила его с гречкой получилось такое диетическое блюдо хорошее детеныш уничтожающий мой хлеб я живу даже не засняла еще что он готов капец она уже с двух сторон обрезала корки объедает представляете а ты чё прямо вот вот так вот будешь прямо вот выкладывать в общем мясо замариновалось выглядит оно как-то вот так как рыба как тоже точно как рыба паприки вот смотрите какие красота первая партия мяска готова даже больше чем готова давай я подержу а ты перекидывай что думаешь не легче станет как хорошо что у меня есть мультиварка так плохо что она есть много электричества ну немного но она в принципе есть электричество она дороже глаза это помыть и убрать надо чтобы мультиварка работала от газа правда же текст закрываем господи она опять пыльная я ее позавчера протирала она опять пыльная так все вместо кулинарного влога уборочной так самое интересное что мне не удобно протирать потому что она стоит на колонке я хочу стол загадаю деда мороза на новый год кухонный гарнитур ладно знаете на каком режиме я буду готовить на режиме плова вот такая вот я так сначала мы время поправим поставим часов 7 так окей на плове не получится придется брать тушение и будем ставить время часов 7 у меня еще и все у меня есть еще один кулинарный подвиг который я должна совершить я должна порезать и замариновать оставшуюся часть мяса и да это нельзя сделать завтра это делать сегодня не знаю почему но надо оставшийся маринад от предыдущего мяса наливаем туда еще маслица вам наверно ничего не видно но это не страшно я вам все равно все рассказываю так у меня тут есть долго стоявший соевый соус и нужно еще немножечко печалька соевый соус кончился вытрясаем и нам его не хватает но я запасливая у меня есть еще одна бутылочка открываем одной рукой пытаемся совершить подвиг не уляпаться в своем соусе получится нет и получилось все я профи я могу открывать бутылки соевого соуса одной рукой наливаем сюда соевого соуса и насыпаем приправку примерно вот столько короче как в прошлый раз вы же это видели недавно новый способ перемешивания просто поболтать все нормально все перемешалось теперь нарезаем мясо и большой кусок на маленький кусочек так вот так вот оно не хочет нарезаться как обычно жирок я не уверена экранчик же у меня не работает ну думаю что ничего не было видно нормально тоже сойдет вот так висунки срезаем еще одну висунку срезаем на роду с кошками получилось очень много мяса из которого завтра будет очень вкусный шашлычок и немножечко и риски и тигре как самым главным проглотом ну что думаете в этот раз не буду ничего рукой перемешивать буду потому что они у меня чистые ну складывайся уже сюда короче вот так не очень красиво зато все куда надо полетело и перемешиваем вот так вот жиденько но стоять ему явно не два часа и все на этом я откулинарничалась на сегодня блин он выбывается лиза лизавета я вижу молоко в холодильнике мне пакета на этом кулинарный влог я думаю можно завершать и прощаться с вами до завтра подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вы все сами лучше меня знаете и в общем всем пока до следующего видео это субтитры сделал DimaTorzok и